Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артём и сегодня посмотрим на Windows 10, на финальную версию Здесь в одном ролике я расскажу основные фишки, которые появились в операционной системе Windows 10 Если раньше я обозревал какие-то определенные сборки и какие-то изменения и в целом там информация была немножко разрозненная там достаточно много видео в плейлисте по Windows 10 то здесь я немножко все это соберу в одно единое целое Посмотрим, что появилось нового Ну как вы все уже знаете, это меню пуск которое теперь объединяет у нас не только обычные элементы типа программ списка программ, но еще и плиточки Очень удобно, например, я открываю здесь у меня тут же погода на несколько чисел вперед и текущая погода также есть То есть это как пример, что здесь может подгружаться, что здесь может отображаться мы сюда можем настраивать любые плитки с теми данными, которые нам нужны в том числе даже, не знаю, акции какие-нибудь выводить, если нам, конечно же, это вдруг нужно Сейчас покажу, на какой машине у нас все это установлено Зайду в свойства компьютера Используем мы процессор Core 2 Duo E7500 2.9 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти Всего лишь X64 операционная система у нас установлена Windows 10 Professional Кстати, система не активирована связано это с тем, что ключики на Insider Preview закрыты теперь После официального релиза когда их откроют, снова неизвестно А эту систему я поставил полностью на новую машину как вы видите с процессором E7500 И таким образом активировать я ее сейчас не могу Потому как у меня уже на основной машине, на основном компьютере там уже есть обновление на десятку Поэтому в этом контексте я и буду рассказывать Потому что когда система не активирована некоторые ее фишки не задействованы, не работают Я потом покажу какие Так вот, здесь в меню Пуск мы можем видеть параметры Ссылочку на параметры Завершение работы Все приложения Сразу же можем перейти в Проводник Здесь есть списки переходов И мы можем посмотреть какие-то интересные здесь вещи Наиболее часто используемые Это документы, изображения, загрузки Перейти на рабочий стол, в музыку и так далее Где есть вот такие стрелочки Это у нас список переходов Этим списком мы можем управлять Что-то удалять, что-то откреплять Здесь есть соответствующая вот такая булавочка В завершении работы, собственно, у нас представлено Завершение работы, спящий режим, перезагрузка и так далее Перепереходив во все приложения Мы видим список всех наших приложений Далее, если нам нужно что-то конкретно найти Например, мы знаем на какую букву тот или иной софт у нас начинается Мы можем кликнуть по букве и здесь увидеть все программы Которые начинаются на ту или иную букву Например, на буковку N английскую Пожалуйста, вам здесь все выведется В данном случае это NVIDIA Corporation Чтобы нам что-то найти здесь, без проблем Просто пишем Панель управления, например И нам тут же сейчас показывают, что нашлась панель управления Также нам предлагают дополнительные варианты поиска Это, например, поискать в папках каких-либо В приложениях, в параметрах То есть в зависимости от того, что вы ищете Также можно нажать на поиск материалов И мы можем здесь выбрать дополнительные различные параметры В частности, выбрать сортировку Показывать, какие элементы и так далее Это если вам нужен очень тонкий поиск Кроме того, мы можем для поиска каких-либо параметров и вещей Вообще не заходить в меню пуск Кликнуть по увеличительному стеклу И здесь что-то набрать Пожалуйста Та же панель управления, только теперь в меню пуск нам заходить не нужно Если мы не хотим эту кнопочку видеть, мы всегда ее можем убрать Есть контекстное меню панели И здесь мы можем все это убрать Например, поиск скрыто Показывать значок, либо показывать поле То есть будет показываться поисковое поле Если не нужно, то убираем Дальше у нас появилась возможность создавать рабочие столы А также посмотреть, какие приложения сейчас открыты Если я кликну сюда, я вижу, какие приложения у меня сейчас здесь запущены Точно так же я могу это сделать с помощью комбинации клавиш Alt-Tab И перемещаться между этими окошками, как я хочу Захотел диспетчер задач, пожалуйста, никаких проблем нет Захотел перейти, допустим, в параметры Также никаких проблем нет То есть вот таким все образом управляется очень легко Ну и давайте создадим рабочий стол, например, какой-нибудь Вот этот, например Здесь мы можем опять же Открывать какие-то приложения Пользоваться чем-то сторонним, нежели на том предыдущем рабочем столе Если мы нажмем Alt-Tab То мы здесь видим, какие приложения у нас открыты на этом рабочем столе И мы можем перейти на ту или иную программу Есть комбинация горячих клавиш, которая позволяет перемещаться по рабочим столам Либо мы можем это делать все вручную Вот таким образом Если какой-то рабочий стол нам не нужен Мы его можем просто-напросто закрыть И все Приложение, которое было открыто на том рабочем столе Переместится на основной рабочий стол Кроме этого мы можем по комбинациям клавиш Размещать окна по рабочему столу, как мы хотим Сейчас я это также все покажу Вот, например, у нас есть какие-то окошки Сейчас открою какое-нибудь приложение, какую-нибудь программу И с помощью стрелок я могу размещать окно там, где хочу Вот таким образом, то есть могу комбинировать эти окна То есть разместить как-то так Наверху выбрать какое-то еще окно И вот таким образом работать с приложениями Тоже очень удобно и в каких-то случаях, я думаю, это будет востребовано Стиль операционной системы был полностью перерисован Как вы видите, окошки теперь выглядят совсем по-другому Перерисована анимация Теперь все здесь выглядит по-другому Кнопочки вот такие вот большие для управления окнами Связаны это еще и с тем, что операционная система теперь кроссплатформенная А это значит, что нужно оптимизировать ее интерфейс В том числе и для тач-устройств Выглядит все симпатично, как по мне Плоские окна, плоский интерфейс Здесь также календарь был перерисован Все эти вещи были перерисованы Ну, наверное, и так уже в курсе об этих изменениях Еще одно изменение, позитивное изменение графического интерфейса Это возможность запуска модерн-UI приложений Не в полноэкранном режиме, как это было, например, раньше А теперь мы можем ими также управлять, как и обычными окнами То есть у нас появились элементы управления Свернуть, развернуть, закрыть И теперь мы также этими окнами можем управлять И также размещать их на экране в различном порядке Чего, например, не было в операционной системе Windows 8.1 Там все эти окошки открывались на весь экран И достаточно сложно было понять, закрыли ли вы его или нет Теперь все очень просто Также теперь у нас, кроме, собственно, обычной панели управления Есть параметры, те самые, которые позволяют Выводить параметры в таком вот представлении Здесь мы можем заходить в систему, устройство, сети, интернет, персонализация и так далее В общем, это что-то наподобие панели управления Кстати, панель управления так и не выпилили Она также осталась Вот она, панель управления, только здесь перерисованы иконки Опять же Персонализации мы можем настраивать фон Но вот сейчас я здесь настроить ничего не могу Потому что система не активирована, как я и говорил Далее мы можем настраивать цвета окон Делать так, чтобы меню пуск было прозрачным, либо непрозрачным Точно так же мы можем настраивать нашу панель задач Экран блокировки, темы и пуск То есть какие элементы будут у нас отобразаться в меню пуск Там, например, параметры, проводник Какие-то определенные списки переходов и так далее Все это можно настроить именно вот на этом разделе Как это настраиваться я уже показывал Ссылочку сейчас скину, вы сможете посмотреть Кроме этого, теперь в персонализации Мы можем настроить меню пуск так, чтобы оно разворачивалось на весь экран То есть мы теперь можем использовать меню пуск Как в обычном традиционном виде, в таком небольшом формате Так и расширить наше меню пуск на весь экран Получить дополнительные фишки, дополнительные возможности Слева у нас список, который позволяет развернуть все приложения И здесь же мы можем завершить работу нашего компьютера и так далее То есть Microsoft теперь нас не заставляет использовать или тот, или тот интерфейс Мы можем переключаться между этими режимами как хотим Даже есть планшетный режим Если у вас, например, монитор поддерживает touch interface То в этом случае вы можете включить так называемый планшетный режим Который не просто разворачивает меню на весь экран по умолчанию Но еще и скрывает некоторые элементы Позволяя таким образом оптимизировать работу системы именно для пальцев Ну на обычном компьютере эта фишка не нужна Здесь мы просто можем либо сворачивать, либо разворачивать наше меню пуск Также в параметрах и система наконец-то появилась возможность выбирать Куда будут сохраняться по умолчанию те или иные данные Например изображение, видео, музыка, документы Мы теперь можем выбрать наконец-то Здесь у меня, правда, всего лишь один системный диск Поэтому выбрать мы здесь ничего не можем Но если у вас несколько дисков, то вы можете выбрать Куда будут устанавливаться программы Сохранятся те или иные данные Раньше это можно было сделать только через системный реестр Теперь наконец-то мы можем это все сделать по умолчанию В проводнике у нас также произошли изменения Появилась так называемая панель быстрого доступа Здесь у нас различные важные папки, файлы и так далее То есть они теперь располагаются вот здесь То есть вот, например, у нас наш компьютер Мы хотим быстренько перейти в какую-то любимую папку Сюда мы ее можем добавить Как это сделать? Сейчас покажу Вот, например, папка NVIDIA Нажимаю правой кнопкой мыши Левой закрепить на панели быстрого доступа И после этого мы видим то, что у нас папка NVIDIA появилась вот здесь И мы можем таким образом быстро получить к ней доступ Можем ее перетянуть вот так Для удобства Ну а при переходе в панель быстрого доступа Мы видим то, что папка NVIDIA находится здесь Также из интересного в проводнике Это интеграция с OneDrive То есть теперь мы можем по умолчанию сохранять различные документы Синхронизировать их между различными устройствами По умолчанию теперь у нас имеется возможность подключиться к OneDrive И вообще очень тесно интегрирован в систему Вот этот сервис облачного хранения Microsoft Теперь посмотрим на системное программное обеспечение Появился новый видеоплеер Наравне с этим видеоплеером у нас остался в системе Windows Media Player То есть также всем привычный Дальше есть приложение фотографии Мы можем просматривать наши фотки В том числе фотки, которые находятся в OneDrive То есть в облаке Можем их редактировать и так далее Очень интересное приложение И по умолчанию оно здесь у нас в системе уже присутствует Дальше есть карты, например Где мы можем смотреть различные маршруты Различные территории И интересное приложение это диспетчер телефонов Мы можем настроить наш Windows телефон Телефон на Android, на iPhone Либо iPad, если мы пользуемся Можем сделать так, чтобы данные с телефонов Были синхронизированы с нашим компьютером Дальше есть Xbox Есть здесь очень интересная фишка Это возможность запуска приложений с Xbox В частности игр Потому как платформа теперь у нас одна То есть теперь мы получаем кроссплатформенную Windows Которая работает как на Xbox Как на PC, планшетах и смартфонах Таким образом мы получаем возможность запуска Xbox Приложений и игр А также у нас в Windows 10 появилась возможность записи игрового процесса Пока что стриминга нету, но записывать можно По комбинации Windows G Game Center открывается, где мы можем с вами производить запись игрового процесса И все это силами уже просто операционной системы Также была добавлена поддержка DirectX 12 В будущем, когда приложения будут использовать этот Application Interface Мы получим более качественную графику в теории И конечно же снижение нагрузки на железо самого компьютера На графическую подсистему В том числе, насколько я слышал и насколько я понял Если вы, например, используете систему SLI или Crossfire Из карточек AMD и NVIDIA соответственно То режим виртуализации памяти DirectX 12 позволит Видеопамять использовать с этих карточек вместе Напомню, что сейчас в такое невозможно То есть если вы строите систему SLI В каждой видеокарточке по 2 гигабайта То в сумме вы не получаете 4 гигабайта Ну а DirectX 12 вроде бы как должен Использовать всю эту память Если что, как говорится, поправьте меня в комментариях Так что система мне понравилась И со слабыми машинами она ведет себя хорошо Здесь я, как я уже говорил, использую Core 2 Duo E7500 2 гигабайта оперативной памяти Это всего лишь DDR2 1066 МГц И система вполне нормально работает И сейчас я записываю видео с помощью Camtasia Studio 1080p, 30 кадров Вы видите, что я прекрасно работаю Никаких проблем нет Ну и конечно же, я, например, очень ждал появления Cortana Голосового помощника Который интегрирован не только в систему Ну и, например, в браузер Edge от Microsoft И, говоря, в скором времени он начнет говорить по-русски Будем ждать, чтобы голосовой помощник был Я, например, считаю, что это очень интересная функция Особенно если она будет завязана и интегрирована На русскоязычном рынке С русскоязычными приложениями Это будет очень интересно Кстати, раз уж я сказал про Edge То вот как выглядит наш браузер Здесь, конечно, еще не все допилено Тем не менее Мы здесь можем видеть загрузки Список для чтения То есть откладывать что-то То, что мы хотим почитать на потом Избранное Заходить в настройки И так далее В принципе, про Edge я уже говорил Особо останавливаться на браузере не буду Что касается, сколько ресурсов сейчас система у нас отъедает Давайте зайдем в диспетчер задач Он у меня уже здесь открыт И посмотрим Процессор сейчас занят на примерно 40% Напомню, что ведется запись Вот у меня ресурсы отнимаются Именно Camtasia Studio Либо Camtasia Studio Опять кто как произносит Память 82% Edge сейчас занимает Основной процесс 27,3% И фоновые задачи вы сейчас можете сложить У кого с математикой хорошо Вы можете сложить и посмотреть Сколько сейчас Edge занимает ресурсов Покажу, сколько вкладок открыто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вкладок При этом, как я и сказал Несмотря на то, что у компьютера не очень много ресурсов На этой конфигурации Система работает достаточно хорошо То есть если я открою, например, магазин Сейчас посмотрим, как он у нас будет запускаться Вот так все открылось То есть работает все достаточно шустро Даже на не очень мощных машинах Что же касается тестов То в следующих видео вы их увидите Можете в комментариях оставить Какие фишки, какие возможности Вы бы хотели, чтобы я протестировал Сравнил их с такими возможностями В операционной системе Windows 7 и Windows 8 Я думаю, это, конечно же, будут игры Какая-то производительность В общем, оставляйте свои идеи ниже И через какое-то время я сделаю Большой обзор, большое сравнение Которое выйдет у меня на канале Что ж, подписывайтесь на канал Если еще не подписаны Ставьте свои большие пальцы вверх Оставляйте комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылки в описании Делитесь моими роликами с друзьями в социальных сетях И до встречи в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok